Добрый вечер всем, спасибо, что пришли сегодня к нам в пресс-клуб. И сегодня в рамках гендерной недели мы поговорим о гендерных вопросах, и не только о них, а еще и о том, как они освещаются в медиа. И сегодня мы очень рады, что к нам пришли Анна Карпенко из проекта «Дамы удобную быту», Александр Савинич, журналистка «Сити-Док», Евгения Долгая, журналист, Наталья Тур, журналистка наша Нина, простите, да? Нина Тур, ну и Нина, хорошо. Итак, перед тем, как перейти к дискуссии, к нашему сегодняшнему обсуждению, я бы хотел все-таки напомнить чуть-чуть контекст. Контекст заключается в том, что во время дела Белта, так называемого, обозреватель газеты «СБ Беларусь сегодня» Дмитрий Крят сделал комментарий в Facebook, прокомментировал дело с задержанным журналистом. Ну, давайте, наверное, все-таки вспомним, что он написал. Он написал он следующее. «Может, они вполне себе симпатичные дамы, весьма приятные, удобные быту, но вот в профессиональном смысле они и их коллеги меня давно напрягали изрядно». Эту цитату подхватил Тутбай, за Тутбаем эту цитату подхватила наша Нива, Еврорадио и другие издания, простите, если я кого-то забыл, но, тем не менее, этот инфоповод остался медийным инфоповодом. То есть такой-то, такой-то высказался так-то, так-то на тему дела Белта. Но, менее чем через месяц, такой инфоповод перерос в социальную инициативу. И об этой социальной инициативе я бы хотел сегодня попросить рассказать Анну Корбенко. Спасибо. Добрый вечер. Я в меньшинстве сегодня, как и вчера. Приятно видеть лица, знакомые, которые были с нами на вчерашней дискуссии в Еклабе. К сожалению, моя коллега Антонина Стибур находится сейчас в Петербурге и не смогла прилететь. Наш проект, это открытая инициатива. И я должна сказать, что проект не совсем социальный, потому что мы не являемся ни общественным объединением, ни инициативой. Вообще мы кураторы, которые делают выставки и работают в поле современного искусства. Но надо сказать, что такого рода проекты для нас являются очень близкими ценностно и концептуально, потому что проекты так называемого искусства взаимодействия, это проекты, над которыми мы работаем не один год. В 2017 году вместе с коллегами мы делали выставку «Имена», которая проходила в культ-центре «Корпус» в поддержку одноименного издания. И это тоже был проект о взаимодействии, о сообществе, о комьюнити, о взаимопомощи. И проект «Дама удобная в быту» — это где-то продолжение такого рода проектов взаимодействия, а где-то довольно спонтанная инициатива, которая возникла, может быть, и довольно случайно. Мы ехали вместе с Антониной в поезде с большого фотофестиваля, и, к сожалению, о новостях, которые происходили в этот момент в Минске, о деле «Белта», мы узнали, естественно, со страниц фейсбука. И мы давно обсуждаем внутри своего художественного сообщества, кураторского сообщества ситуацию с гендерными ролями в Беларуси. И я знаю, что у нас есть очень много хороших инициатив, которые работают с этой темой. Это журнал «Лейкаут» и ее права. И я сейчас просто боюсь забыть всех коллег, которые с этой темой работают. И многие издания, медиаиздания, которые в том числе сознательно используют, например, феминитивы, как сетидок. И я знаю, что это непростая история, непростая стратегия, которая постоянно подвергается критике. Но мы решили откликнуться на ситуацию, которая, как нам кажется, возникла не просто в медиа, она возникла в вполне очерченных границах социальных. Ситуация, связанная с тем, почему человек, который обладает властью символической или социальной, вдруг позволяет себе высказываться таким образом о женщинах, которые профессионально занимают с ним абсолютно равные позиции и имеют такую же ценность для медиапространства, как и он сам. И мы решили сделать вот такой проект, который назвали... Можно я буду перекрыть? Ключик, можно, пожалуйста. Да, только уступим. Да, который назвали... Вниз? Да, мы удобно и в быту. Это проект, который носит открытый характер и открытый с той точки зрения, что к этой инициативе моментально присоединились наши коллеги, среди которых фотограф тогда еще нашей Ливы и, в принципе, фотограф просто Сергей Гуделин. Это дизайнер, с которым мы делаем очень многие художественные проекты Андрея Стебурака, Антонина Стебур, я, наш коллега Анна Самарская, которая выступила со стороны краудфандинговой платформы Ули. Я немножко позже остановлюсь, почему мы решили подключить краудфандингов в том числе к этому проекту. И наш иллюстратор, и молодая художница из Витебска Лиза Капчикова, которая выполнила серию парельных портретов женщин, как нам кажется, знаковых для истории Беларуси. И наш коллега Майстера Уитова, историк моды, стилист, которая активно включилась еще и в дополнительную программу. Можно? На правую страничку. На правую страничку, хорошо. Я расскажу немножко о том, что включал в себя проект «Дама удобная в быту». У проекта было несколько направлений. Первое направление – это челлендж, который мы заявили под хэштегом «Дама удобная в быту» и предложили пользователям, независимо от их гендерной ориентации, публиковать истории, которые так или иначе связаны с гендерной и социальной дискриминацией под хэштегом «Дама удобная в быту». И надо сказать, что в первые дни этого челленджа у нас был очень большой отклик, что моментально сообщал нам о том, что данная тема, видимо, является действительно актуальной для белорусского общества, а не только для сообщества феминисток. У проекта было два вида, можно сказать, две художественных составляющих. Это серия инструкций, серия портретов. Серия инструкций – это принты, на которых мы публиковали официальную статистику, которая была проанализирована из открытых источников. Это Белстат, это какие-то открытые данные, в том числе публикации в медиа, на Тулбай, на нашей Ниве и так далее. Затем у нас был тематический блок, который мы назвали «Портреты», и связан он был с тем, чтобы немножко напомнить о том, что любая история, начиная от истории страны, заканчивая историей искусством, это не только история великих мужчин, но и таких же не очень заметных, но не менее великих женщин. И вот так выглядели наши портреты. Выбрали мы, может быть, естественно, не всех, но, как нам кажется, пять знаковых женщин. Это Натя Коносевич Леже, Буна Спорция, Лаиза Пашкевич, Елена Алладова и Вера Ермолаева. Ну, я предвосхищаю, наверное, вопросы о том, почему именно эти женщины, а не другие. Надо сказать, что это, естественно, что называется такой, знаете, кураторский выбор. То есть, естественно, список не полный, но этих женщин мы выбирали в том числе и с той точки зрения, чтобы потом как-то продолжать этот проект в виде выставок или каких-то дополнительных мероприятий, как, например, в случае с Еленой Алладовой, когда мы сделали большую экскурсию, совместный проект с Национальным художественным музеем. Это экскурсия, которую провела Надежда Михайловна Русова, старший научный сотрудник отдела научно-просветительской работы Национального художественного музея. И для нас это было очень важное мероприятие, потому что оказалось, что даже не все музейные работники знают, какое именно значение имела Елена Алладова вообще для истории музея и что именно она сделала. Если время будет позволять, я на этом остановлюсь. Ну, здесь перечислены основные активности, которые мы в рамках нашей непродолжительной кампании успели реализовать. Это челлендж под хэштегом «Дама удобная в быту», в которые включились, надо сказать, не только жители Беларуси, но и представители соседних государств. Активно откликались очень люди из Украины и России. И нас перепостили очень такие массовые, знаковые феминистские ресурсы в том числе. У нас была серия полкатов в городе, простите. Мы на улице Октябрьская в первый день запуска проекта решили привлечь таким образом внимание к проекту. У нас была работа со СМИ в виде не просто рассылки пресс-релизов, но мы очень активно работали и с Ситидоком, и с Тодбаем, и с другими ресурсами. Ликбез — это, прежде всего, работа, которую мы с коллегами проводили на наших официальных страницах в социальных сетях Facebook и Instagram. Ежедневно мы делаем несколько постов в день, не просто красивых картинок, привлекающих внимание, о содержательной информации, которая так или иначе отражает ситуацию гендерного неравенства в Беларуси. Это, прежде всего, статистические данные, либо какие-то интересные статьи информационного характера, которые, например, привлекают внимание к темам феминитивов или задают какое-то дискуссионное поле. У нас были вот эти мероприятия, и была крауд-компания. Ну вот в челлендже на сегодняшний день поучаствовала именно из опубликованных под хэштегом, потому что некоторые могли неправильно просто указать хэштег, и из-за этого мы не могли отследить. Более 300 историй, то есть это меньше, чем за месяц у нас получилось. Так выглядели блокады в городе. Это место на Октябрьской очень ознаваемое, где находилась доска почета всем известного завода «Взор», тоже было выбрано не случайно, потому что нам кажется, что доска почета – это как раз то, что предназначено для женщин, которые так или иначе выключаются из официальной истории великих людей в Беларуси. Более 50 публикаций в СМИ. Ну вот так выглядят приблизительно. Таким образом мы публикуем статистические данные. И тоже такой формат выбран не случайно, потому что очень важно, каким образом мы визуально еще привлекаем внимание к этой теме. И вот три таких, можно сказать, крупных мероприятия у нас состоялось. Это лекция маэстера у этого мода, как отражение современной женщины. Более 50 человек посетило это мероприятие. 12 подвигов Елены Аладовой. Это была как раз экскурсия в рамках Национального художественного музея. Вчера у нас была дискуссия о сообществе и феминизме в партнерстве с Е-клабом. Ну и сегодня спасибо коллегам под такое завершающее где-то мероприятие для нас вместе с пресс-клубом. Крауд-компания на Ули, в которую моментально включились люди. И, в принципе, мы собрали 100% в течение недели. Почему для нас очень важно, что Дамы удобные в быту – это именно открытая инициатива? Потому что нам кажется, что в Беларуси существует две основные... Ну, нет, естественно, может быть, не две основные, но применительно к этому проекту – две основные проблемы. Это проблема, связанная с закрытостью некоторых сообществ. Это могут быть и феминистские сообщества, это может быть художественное сообщество, это может быть и медийное сообщество, и ЛГБТ-сообщество, какое угодно. Это, понятно, вызвано определенными причинами и факторами. Но, с другой стороны, существует еще и проблема отсутствия публичности, публичного пространства, публичного обсуждения, публичного говорения. И, конечно, в рамках этого проекта мы столкнулись тоже с рядом, можно сказать, челленджей и довольно интересных ситуаций. Одна из которых, мне кажется, связана с тем, что непосредственные участницы дела Белта, не могу сказать, что сильно откликнулись на наш проект, и они не должны были, конечно, этого делать, но, в общем, мы предполагаем, что, может быть, у нас может появиться какое-то взаимодействие или диалог, но, в общем, это нормальная, с другой стороны, ситуация, мы же не преследовали таких целей, но, с другой стороны, со своей стороны тоже прочувствовали некую отдаленность медийного сообщества от нас, потому что мы все-таки не являемся группой, преследующей цели социального активизма, хотя в итоге он вырастает, этот проект, в социальный активизм, потому что это является одной из наших ценностей как художественной, как кураторской группы. С другой стороны, проблема взаимодействия между медиа, художественным сообществом, социумом, не знаю, в целом, если можно так сказать, она, мне кажется, существует. И вот небольшие лишь показатели нашей группы в Фейсбуке. Мне кажется, что для Беларуси это довольно хорошие цифры, потому что более, ну, вот вы видите, почти 11 тысяч у нас охвата, очень активное вовлечение пользователей. Со своей стороны еще хочу сказать, что у нас были очень интересные истории в рамках челленджа. И, мне кажется, вчера вот на нашей дискуссии в Е-клабе я затрагивала одну из таких, может быть, самых поразивших меня историй. Еще до того, как начался этот проект, я увидела в Инстаграме, по-моему, пост девушки, которая разместила фотографию двух копилок. На одной было написано имя ее сына, на второй имя ее дочери, и написано там сыну на Гарвард, а дочери на приданное. Ну, меня, конечно, эта история немножко поразила, как так. Почему не дочери на Гарвард? А затем я увидела, что по хэштегу эта же девушка разместила историю под хэштегом «Дама удобная в быту». И, с одной стороны, это девушка, которая, в общем, имеет право и продолжает жить, может быть, с какими-то очень классическими моделями семьи, отношений, и это абсолютно нормально. А с другой стороны, она тоже включается в такого рода проект, что, правда, интерпретируя его где-то по-своему, но это ведь тоже очень показательно, и мы можем, мне кажется, с коллегами это еще обсудить. Поэтому этот проект был инициирован самим социальным полем, не столько даже медийным поводом, сколько социальным полем. И мы, конечно, опасались, что с коллегами мы вступаем не совсем на свою территорию, потому что мы все-таки работаем в рамках художественного сообщества, а вступаем якобы на территорию феминистского сообщества. Но, как мы вчера выяснили в Е-клабе, этих границ на самом деле не существует, и история с гендерными вопросами в Беларуси, это как раз история, которая может и должна обсуждаться представителями абсолютно разных социальных групп, направлений, медиа, культурных инициатив, художественных групп, кураторских объединений, кем угодно, потому что цели на самом деле у нас одни. Спасибо. Спасибо, Лармана. Я думаю, что сейчас как раз тот самый момент, когда можно спросить у наших сегодняшних гостей, может быть, у кого-то есть вопрос к Ане или реплика, или кто хочет поблагодарить проект «Дамы удобного быту», пожалуйста, самое время. Пожалуйста, попросите. А можно меня вас сразу протолить? Конечно. А что дарили? Микрофон просите, пожалуйста. Ну, в принципе, я слышу. Так, в принципе, я эти питания задала. Челлендж прайшоу, вот какие есть, в процессе СМИ протягивается, она так само есть. А далее что? И тишотки уже замолвили на вот кто хотел. Хороший очень вопрос, потому что мы изначально предполагали, что это не однодневный проект. Дело в том, что мы с Антониной очень довольно давно занимаемся исследованиями. Они, естественно, может быть, там кому-то не видны, но мы работаем над темой прикарного труда женщин в культурных и художественных институциях. И это связано с тем, что мы обе являемся выпускницами магистратуры ЕГУ визуальных и культурных исследований. Поэтому гендерный поворот в истории искусства для нас, в общем, очень важным является. И, например, мы до этого вели такую, можно сказать, где-то скрытую работу теории малых дел. Например, в выставке, которую мы делали, например, в рамках выставки «Имена» для нас было принципиальным включить как можно большее количество женщин-художниц в качестве участниц этого проекта. В рамках «Дамы, удобные в быту» мы планируем и сейчас начинаем как раз исследовательскую часть, которая связана с прикаритетом женщин внутри художественных и культурных институций. Очень хорошую работу просто проделали уже в этой сфере наши российские коллеги Марии Чеханадских. Я всем рекомендую очень почитать ее статьи. И затем, естественно, мы рассчитываем на то, чтобы сделать несколько выставок на эту тему тоже. Спасибо. Может быть, еще у кого-нибудь есть вопрос или реплика? Не у кого больше покажете? А да, конечно, тоже. Ну, я вообще хотела сказать, что данный проект на самом деле показал очень большие пробелы в образовании того же феминизма и гендерных неравенств. Мне просто было даже для себя, мне даже это болит. Ну, всегда общество зеркалит, государство. Ну, это нормально, как бы, как говорится. Но когда данный господин сказал про дам удобную быту, это как бы прям стало таким каким-то всплеском, все там стали возмущаться. Постоянные истории я тоже включилась в этот челлендж, потому что я училась в физмате, и я просто помню, как меня физик постоянно говорил, «Троих родишь, и тебе эта физика не нужна». Ну, как-то в таком. И тут же буквально проходит каких-то две недели, и на том же Ули выходят майки с феминизмом, блогерка и голая женщина. И тут же началась буча насчет того, что «А что тут такого?» И мне кажется, что как раз-таки данный проект «Дама удобна быту» он показал вот эти пробелы в образовании феминизма, о том, что люди просто, они даже путают понятие, что феминизм — это хорошо на самом деле для каждого пола, как для мужского, так и для женского. И что, например, моральное насилие тоже вполне себе подвергается те же и мужчины, как и мужчины, так и женщины. И мне просто кажется, что вот это очень классный был проект, показать то, что нужно вот работать в этих пробелах. Именно вот. Вот так. Может быть, раз уже... Вчера я просто комментировала эту же ситуацию по поводу параллельной кампании на Ули, вот этих сексистских... как их майок, свитшотов, как они правильно называются. Дело в том, что для нас это тоже было... Было удивительным, почему платформа параллельно с нашим проектом, когда наша краудфандинговая кампания еще не закончилась, и платформа вдруг включает в себя вообще прямо противоположным по ценностям, но по формату абсолютно такой же проект. И надо сказать, что действительно у людей возникала каша в голове, потому что для некоторых такого рода проекты тоже выглядят феминистскими, хотя, естественно, они таковыми не являются. Но дело в том, что представители Ули нам сказали, что Ули является принципиально открытой площадкой для любых проектов, поэтому они не могли включить какое-то цензурирование и так далее. У меня лично к этому есть большие вопросы, потому что мы вчера, кстати, очень продуктивно с коллегами тоже обсуждали вопрос, то есть где вот эта граница, то есть если вы, включаясь в шовинистские какие-то проекты или проекты о Холокосте, имеют право быть поданным на краудфандинговую платформу. Ну, понятно, что здесь перекосы, но, тем не менее, это очень показательно с точки зрения того, как функционирует вообще вот эта история сообществ в Беларуси, потому что краудфандинг ведь принципиально является таким альтернативным государственным проектом финансирования независимой. Вроде бы люди его поддерживают сами, и поэтому в ценностях самой платформы быть максимально открытыми для всех. Но вот здесь, конечно, вопрос, где, если у нас какие-то, не знаю, должна ли включаться какая-то профессиональная этика, экспертиза и так далее, и так далее. Ну, вчера выяснили, что вот этот проект блогерка, там, поэтка, и он вроде бы как не очень большой отклик вызывает у аудитории. Хочется надеяться, да. Ну, тем не менее, просто да, он идет параллельно с нашим проектом. Наш проект уже почти заканчивается в рамках краудфандинговой кампании. И, в общем, это ведь была... Краудфандинговая кампания не была самоцелью этого проекта. Это был просто один из способов вовлечения аудитории, расширения просто влияния, там, и способов взаимодействия с аудиторией. Потому что проект «Дамо удобное в быту» не является коммерческим проектом. Он никак не спонсируется ни одной из организаций. Мы просто сделали его на собственные средства. Поэтому для нас краудфандинг – это не способ зарабатывания денег. Спасибо. Здесь есть комментарии, можно? Да, пожалуйста. Знаете, вот то, что вы сравниваете два этих проекта, в общем-то, понятно, что у Улия нет никакого этического кодекса, вот это показано. Но у меня, допустим, вот вы, например, свой проект от своего имени выставили. У меня к Улию вопрос, почему там появляется проект параллельно с вами, но он анонимный. То есть, если вы увидите, что вся команда подписана только именами, то есть там нет ни одной фамилии. Плюс там они позиционируют тебя как некое креативное агентство, но такого агентства нет. И поэтому в этом смысле это тоже очень большие вопросы как раз-таки к этой платформе, на каких основаниях. То есть получается, что любая группа анонимная можно туда прийти и выставить проект. То есть тогда какие непосредственно, не знаю, возникают чисто юридические вещи. Потому что все-таки любая платформа должна себе отдавать отчет, что люди даже готовы на что-то давать деньги, но должна быть какая-то взаимно ответственная. То есть нельзя любой анонимный проект, в котором ты не можешь проверить, что это за люди, что они продвигают. Тем более они продвигают это как некий первый серию принтов. И то есть здесь есть ряд вопросов как раз-таки именно к рамфазинговой платформе. На каком основании туда этот проект попал. И почему этот проект окучивает. Они подсоединяются как коммерческий проект. И фактически это, знаете, такое зарабатывание денег на тему феминизма. Но при этом тут вообще отсутствует матчасти, знание матчасти. И тогда получается, что окей, если мы такие все свободные, да, и у нас там мы платформу, ну давайте хотя бы пускай люди свои имена откроют. А мы там уже справимся. Ну как бы я уже сама буду решать как гражданинка, да, то есть как мне ответить отдельно за другим людям. Ну то есть поэтому в этом смысле. Я согласна. У меня тоже очень много вопросов. И мне кажется, что... Ну мы здесь, конечно, заложники. В Донбассе не так много краудфандинговых платформ. Талака переходила там на свой, какой-то другой способ сбора средств. И у нас, в общем, с Улием очень давние и хорошие партнерские отношения. Но вот эти два проекта просто и сама эта ситуация, мне кажется, ну просто выявила определенную проблему, которая, мне кажется, требует обсуждения. Потому что, ну правда, сейчас краудфандинг и его развитие это очень активная для Беларуси активность и составляющая, и социальная, и экономическая. И, конечно, да, здесь сразу возникает вопрос болезненный для беларусского сообщества цензурирование, да, то есть надо, не надо, но как-то, в общем, этот вопрос надо обсуждать публично, конечно. Я согласна. Спасибо. Давайте раз, вот она сказала, да, что были проблемы в взаимоотношениях, в том числе и с медиа, тогда давайте перейдем плавно к медиа. Не сказала, что у нас с медиа. Челленджи, прошу прощения. Мне так нравится всегда вопрос интерпретации. Я должна сказать, что у нас с медиа очень хорошие взаимоотношения, и все медиа, в которые мы отправляли информацию, они все охотно откликнулись. Поэтому никаких проблем с медиа у нас не было. Мне кажется, проблемы существуют на уровне взаимодействия между сообществами. И это немножко другой фокус, да, насколько единое сообщество, у которого есть свои способы работы, свои законы, функционирование, а у художественного сообщества есть свои, у нас же тоже там планы, ожидания, что-то еще. Насколько мы готовы активно, оперативно, что немаловажно, вот друг с другом взаимодействовать. Вот в этом был фокус. То есть это не то, что там Дубай сказал, да, не будем мы вас публиковать, мы только за деньги. Нет, такого не было. Я вас понял. Тем не менее, давайте перейдем к медиа. И первый вопрос может быть немножко не в рамках нашей сегодня встречи, но все равно я думаю, что он будет интересен. Как обстоит гендерный вопрос в редакциях среди журналистов? Какой гендерный баланс в редакциях? Ну, пожалуйста, может, Александра. Вы имеете в виду гендерный баланс и отношения между сотрудниками внутри? В том числе, да. Кого больше, может быть? Окей, статистика. В нашей редакции большинство женщин. Вот такой ответ. Если говорить про взаимодействие, то скажем так. Так, у нас все друг к другу относятся уважительно, все друг к другу обращаются так, как ты представляешься. Например, у нас есть дизайнерка и дизайнер, но это две девушки, потому что для одной девушки, для одной специалистки важно употребление феминитила, вторая представляется как дизайнер. И мы просто уважаем ее мнение и обращаемся к ней так, как она сама представляется. Вот. И в принципе, у нас часто иногда заходят какие-то дискуссии на гендерную тему, в том числе потому, что мы стараемся поддерживать гендерную повестку. Большей частью материалов по гендеру занимаюсь я, остальные журналисты по тому, как они хотят или не хотят заниматься какой-то темой. И часто, и много мы можем обсуждать так или иначе, как правильнее презентовать ту или иную тему, потому что можно думать, что ты хочешь сделать хорошо, а сделать плохо. А как правильно презентовать? Возможно, ответа на этот вопрос нет, то есть нет какой-то схемы, как правильно это сделать, но в любом случае, когда есть дискуссия внутри редакции, значит, есть много разных мнений, а значит, по возможности, говоря на какую-то тему, мы не забудем каких-то людей или мнения каких-то людей, которые тоже важны. То есть, чтобы не получилось, что мы говорим от большинства, которого не существует, и забываем про меньшинство, которое тоже как бы не существует, но я употребляю еще для того, чтобы было понятно. Вот. Я надеюсь, я ответила на вопрос. Я думаю, вполне. Хотела спросить, Евгения, как вы пишете на гендерные темы? Ой, я даже не знаю. Если честно, я начала писать сразу же на Кукуорк, скажем так. И когда я впервые отправила свой материал, ну, ко мне были какие-то определенные вопросы, потому что, ну, там, на самом деле, ну, редакция в основном из девушек состоит, потому что один только парень, который снимающий. Вот. И девушкам, например, были непонятные некоторые моменты, там тоже были какие-то пробелы, скажем так. Вот. Но все, если честно, сначала было так немножко обострено, то есть, ну, ты что, нас учить будешь? Что-то типа такого. Но потом я сказала просто, ну, попробуйте. Попробовать же ведь всегда можно. И, если честно, сейчас этим проблем, в принципе, не возникает. Даже бывает такое, что спрашивают. Единственное, что до феминитива не дошло, потому что как-то что-то... Но они уже на стороне склонятся. Пришла она за Виллаж в Беларусь, там сидит Тома Колос, который просит к себе обращаться как редакторка. Ну, я говорю, хорошо. За Виллаж в Беларусь уже, они как бы новые, скажем так, и они уже больше подхватывают эту тему. Потому что они тесно сотрудничают с Вандразином и как бы уже перенимают больший их опыт. Ну, а в большей степени... Ну, конечно, сейчас уже стараемся прислушиваться. Это как бы год работы был, такой образовательной работы. Но я даже вижу, что немножко стало по-другому. Я даже чувствую это в редакционной самой политике, потому что иногда бывает просто даже просто так, кто-нибудь из коллег пишет там в Телеграме, а вот скажи, пожалуйста, как ты думаешь, как здесь лучше написать? То есть это уже радует. Например, если раньше язык вражды тот же был такой острый, то сейчас я уже вижу, что как-то дела получше. Вот, как-то так. Спасибо. О феминитивах мы еще поговорим. Наталья, может, вы поделитесь? Я просто хочу отказать на питание на конт и на вот наши коллеги, наши коллеги-репортеры, серьезные, матерые репортеры, часом бывает до нас с Катей, с Катей Карпицкой, редакторка, выказывают претензии, что вы пишете, вообще вы соображаете, что вы робите. Но мы, как бы, на нашей нине даем платформу выказываться розным меркованием. И вот, что я еще хотела сказать, наши коллеги-мужчины вельми востры реагуют на темы, как подлумач, такого сексуального характера. Например, на этом тыдне у нас была публикация, что белорусская мастачка зарабила брошку, ну, когда вы бачили, так, у формы вульва. И я еще такая ремарка, я пришла в нашу нину не так давно, я працую только другий месяц. И я пришла, и перша моя тема была, гэта тема сексуальной практики, яке выходит за межу нормы. И вот, и гэта так, блин, что это такое, что вы пишете? Аля ты мне мяч, такие темы, яны на нашей нине самые читаны. И тому, я бы, окей, мы гэта робим, мы гэта пишем. Ну, и что-то отлично са феминиты, вот так. Мы приняли решение, что мы редактора называем редакторками, фитнес-тренеру фитнес-тренерками, и, как бы, ни одна из наших суразмонцев ни разу не сказала, не называйте меня не так. То бог примает и поэтка, и архитекторка, и гэта, я бы, норма для нас, и для наших героиней. И все, окей. Спасибо, спасибо, спасибо за опыт. А раз мы уже начали, потронули тему феминитивов, давайте ее и продолжать. Александра, расскажите, пожалуйста, когда феминитивы вообще, в принципе, появились эти доги, и как на это реагировало выглашиваете твои из-за чего? Сегодня я с коллежанками пыталась вспомнить, как давно это было, и мы не пришли к единому мнению. Мы предполагаем, что примерно три года назад. То есть для нас и для нашего сознания это было настолько давно, что вопрос феминитивов для меня уже такой, типа, а что, не все еще привыкли? Вот. Поэтому примерно три года назад и историю бы я начала даже больше с себя, потому что на тот момент я уже работала в Ситидоге, но феминитивы к себе не употребляла, про феминизм ничего не знала, и в какой-то момент редакторы и редакторка сказали, что вот с сегодняшнего дня будем применять феминитивы, и у нас есть героиня, которая употребляет к себе феминитивы, так будет правильнее. Вот. У меня в голове было много вопросов, почему так, и я стала разобираться, начала делать материалы и поняла. И в этот же период примерно на Ситидоге все больше и больше появлялись феминитивы. Если мне не изменяет память, то есть был момент, когда мы даже хотели применять феминитивы не спрашивая разрешения у героинь. И в этот же момент начался такой шквал просто ужасных комментариев, всяких хейтерских, не понимающих. Тогда мы задумались над этим вопросом и выпустили хороший текст на тему того, почему для редакции Ситидога важны феминитивы, почему мы их применяем. Мы разложили все там по полочкам. Текст был хорошо читаемый. Там было почти, наверное, 200 комментариев. Вот. И ничего не изменилось. Комментарии как были ужасными и оскорбляющими всех, так и не остались. Но со временем мы внесли в правила модерирования пункт, где редакция, модератор или модераторка может удалять, не просто скрывать, а удалять комментарии, связанные с феминитивом. Если человеку он задает вопрос про феминитив, там же в этом пункте есть ссылка на этот текст, где есть подробное объяснение, почему для нашей редакции это важно. Вот. Поэтому я с удовольствием удаляю такие комментарии. Вот. В общем, сейчас дела обстоят так, что со временем, правда, комментариев стало намного-намного меньше, я вижу прогресс, я вижу, что люди привыкают, почти не задают вопросы, то есть сейчас это буквально, не знаю, один комментарий, возможно, три-четыре статьи примерно такой. Но и изменилось немножко наше отношение, теперь мы у каждой героини, у героя спрашиваем, как они хотят представляться, то есть как человек говорит, так мы и используем, проблем нет. Воспешите, вы говорите о том, что когда-то сказала редакторка дело, что есть правила модерирования, которые появились впоследствии, где-то прописано, вот у некоторых редакций, допустим, есть стайлбук, да, вот в вашем стайлбуке есть отдельный раздел, который, в котором оказывается феминитивый или нет? Подстайлбуком вы подразумеваетесь? Книга стиля. Правильнее сказать, я не знаю, потому что если я скажу нет, может быть, а если я скажу да, я может не быть. Справедливо. Наверное, я не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Справедливо, справедливо. Насколько я понимаю, у Аллы Шарковой есть реплика сейчас. Я в данном случае выступлю в качестве лингвиста, потому что, имея магистрскую степень, изучала русский язык, как он работает. И, конечно, все мы понимаем, что белорусский язык в хорошей позиции, что касается феминитивов, там проблем таких практически, я бы сказала, нет. Эта система с суффиксами и все остальное, она уже встроена, она хорошо работает, и нет никаких вопросов, и, я думаю, хейтерских комментариев, возможно... Был один. Был один. Майстрыха. Тату майстрыха. Майстрыха, да. Ну вот отличный пример. Сейчас как раз мы и продолжим. Что касается русского языка, здесь все намного сложнее. Начнем с того, что, конечно, язык — это такая система достаточно каменная, сложившаяся и очень медленно поддается на изменения, но она меняется, естественно. И вы можете сами предположить, почему к феминитивам такое отношение. Что касается... Была бы майстрка, может быть, и не было бы комментариев, но была майстрыха, да, когда используются феминитивы, и есть некоторая ассоциация к тому, что этот суффикс имеет какой-то оттенок, как бы может восприниматься с пренебрежительным каким-то, да, вот, да, там, редакторка, авторка. Для некоторых людей по-прежнему этот суффикс работает в такой вот стилистике. Как-то не грустно, но это так работает. И здесь проблема в том, что происходит коммуникационный разрыв, да, то есть тот, кто пишет, подразумевает одно, тот, кто читает, он считывает совершенно другую информацию. И в этом самая большая проблема феминитивов в русском языке. И, как оказывается, некоторых феминитивов в русском языке. Вот. И здесь, на самом деле, лингвисты, они, я бы сказала, предлагают два пути решения. Один из них, в общем-то, оставить всё как есть. И один, это, как бы сказать, грамматическое урегулирование вопроса. То есть мы все уславливаемся, что все профессии имеют общий род, и как бы больше к этому не возвращаемся. Но и можно, конечно, работать так же и с контекстом из разряда. Все мы знаем, врач пришёл, и врач пришла, и окончание глагола, который указывает на пол. Но здесь чаще всего эти лингвисты, я провела небольшой анализ, среди них очень много мужчин, и они чаще всего достаточно такого возраста уже не юного. Вот. И я имею своё в общем мнение. Мне кажется, что на самом деле язык, сегодня он меняется, но язык меняется не так быстро, как меняется реальность, в которой мы живём. Язык отражает картину мира, отражает всё, что происходит вокруг нас, но он не справляется. Точно так же, как не справляется современный мир с новыми технологиями, с новыми понятиями, со всем, что происходит вокруг нас, точно так же язык просто физически не успевает. Есть такие прогнозы, что через 10 лет, ну точно уже все привыкнут к феминитивам в самых разных формах, и всё будет нормально. Да, а теперь давайте подумаем, а через 10 лет вообще где мы жить будем? Да, вот такой вот вопрос. Поэтому есть, конечно, большие сомнения, что грамматические какие-то правила, они приоритетны, поэтому, ну да, язык плохо принимает новое образование, когда они неестественным путём возникли, там, десятилетиями, сотнями лет, да, уже это всё принято, и это противодействие, оно будет оставаться. Ну, возможно, тут, наверное, уже вопрос к тем, кто обладает какими-то коммуникационными практиками. А как вот этот коммуникационный разрыв вообще, возможно, нивелировать либо свести к какому-то минимуму? Ну вот, наверное, всё. Спасибо. Я думаю, что самый распространённый комментарий относительно феминитивов, это почему поэтка, а не поэтесса, когда есть в языке уже сложившаяся форма женского рода и так далее, лингвисты, может быть, ответят на это слово. А дело в том, что поэтесса – это слово как бы пораньше возникло, только поэтому. А поэтка – это то, что идёт в одном ряду с авторкой, редакторкой и менеджеркой. То есть я это воспринимаю, я сейчас не претендую на как бы на правду или на истину, но на самом деле я это воспринимаю как естественный ряд, скажем так, лексический, который возник примерно в одно время. Для меня это гармонично, поэтка. И в принципе, в общем, Ахматову я понимаю, почему она не хотела быть поэтесса. Потому что в то время, ну, наверное, в то время это говорилось совсем о другом. Это говорило не о том, что это женщина, которая пишет стихи, она просто хотела присутствовать в этом поле, где для женщин было очень мало места. Спасибо. Первый вопрос был чуть правее, да, насколько? Или реплика? Ну, давайте, хорошо. Я, наверное, выступлю как СММ-щица или СММ-редакторка. Вот реально сложная ситуация. Спасибо, кстати, всем за то, что всковырнули этот, не знаю, там, нарыв, этот гныничок. Вот просто сейчас с таким удовольствием наблюдаю, как у некоторых там пучит просто и вырывается наружу. Вот. Спасибо. Вот эта неделя очень много дала каких-то интересной какой-то информации для перемалывания, для какого-то там изучения. Я удивилась тому, что вот у нас, например, был Вандерзин, и как органично они используют редакторка. Ну, вот у них как-то совершенно естественно все получается. Надеюсь, что мы тоже до этого дойдем. И когда я писала там пост и написала редакторка, вот эта редакторка этого раздела, редакторка этого, то есть у нас в нашем как бы аккаунте пресс-клуба появился человек, притом я знаю этого человека, он достаточно вроде бы адекватный, да, который написал там пресс-клуб три раза, или я от вас отписываюсь, отписываюсь, мол. То есть я реально третий день в ступре, я не знаю, что ему ответить. Сначала я эмоционально хотела ответить, что вот оставайтесь вот в своем этом новом прекрасном мире. Сначала я хотела ответить, а вы сквайте своим там старым патриархальным дремучим. Потом я решила все-таки сдержаться и подумать. То есть, ну вот, но эта ситуация сама каким-то образом меня вывела к тому, что если раньше я тоже как-то очень нейтрально относилась к коммунитивам, сейчас я понимаю, что мне уже даже хочется их использоваться, да. И когда я писала следующий какой-то пост, я спросила, а можно я тебя назову там модераторкой? Она сказала, да, конечно. И у меня там в одном предложении были редакторки, модераторки и все. Так что с почином, спасибо. Да, еще одна реплика была. Да, я просто хочу добавить, на самом деле, если мы проанализируем, опять же, с фингвистической точки зрения, вообще в разных странах происходят и разные реформы, связанные с этим. Например, в Европе, если ты принадлежишь к академическому сообществу и ты хочешь писаться регулярно, если у тебя там, не знаю, там он, она в работе в какую-то пользу там в 700%, то это дисквалификация. То есть это языковые нормы. Во Франции это просто можно все проследить. Но вот потому, что сказала Алла, знаете, буквально на 3 дня назад мне из Украины передали специализированное пособие, как нужно называть женщин в сфере милитари. И там, то есть это официальный государственный сборник, как должны представители медиа и вообще писать о женщинах на позициях в сфере милитари. Там и здесь пользуются феминитивы. То есть для чего это делается? Это делается, то есть это инициатива, как бы, госслужб, которые дают мануал в общем-то вот тем, кто в медиа, как, то есть это такой идеологический концепт, да, потому что они хотят сделать наличие женщин, видимыми в армии в милитаристской структуре, и они тоже меняют язык. То же самое, вы знаете, когда я работаю с политическими партиями, и когда они, в общем-то, как-то тоже плохо реагируют, когда женщина говорит о себе членка, я предлагаю, например, поднять газеты 20-х годов. Там везде массовая пресса использует слово членка. И мы просто про это забыли. Просто, естественно, язык, он реагирует на какие-то вещи. С одной стороны, он очень консервативный, но с другой стороны, если есть запрос, да, который, то есть этот запрос кто-то формирует. Потому что эта реформа, которая была в Европе, она тоже, то есть были те, кто эту реформу инициировали. Поэтому я все-таки верю, что чем больше людей, не знаю, будут делать выбор в пользу феминитивов, потому что мне кажется, все-таки вопрос выбора. Кто-то может предпочитать другие вещи. Не обязательно использовать феминитивы для того, чтобы почти мужчина-то женщина. Потому что если мы говорим о текстах в медиа, достаточно имя женщины поставить на первое место. А потом уже там какую-то ее сферу. То есть есть очень-очень много, гораздо не два варианта. На самом деле, я считала, больше восьми вариантов есть, как можно не использовать мужскую норму, от которой отстраивается все остальное. но это, безусловно, все очень локализовано. Поэтому в этом смысле я думаю, что мы просто, что называется, тему открываем. И здесь просто эмоционально нужно, ну, в общем-то, спокойнее к этому относиться и говорить, что я имею право как человек использовать феминитивы. И мне кажется, что этого достаточно. Потому что если он говорит, нет, не имеешь, но тут уже попробуй докажи, что не имею. Спасибо. Да, еще есть на репликах. Сейчас, одну секундочку, я его запомнил. Мне просто интересно, от нас, например, отписались. А у вас были какие-нибудь интересные кейсы, связанные с недовольством аудитории от использования феминитивов? Да, я как раз хотела сказать на тему от нас отписались. У нас было очень много угроз в ферментариях, то, что от нас отпишется и больше никогда не станут читать. Но ничего, мы живем, наша аудитория растет и никаких проблем нет. Я просто, извините, можно сделать реплику на тему, вот Анны сказали, почему там не поэтесса, а поэтка? Не совсем может быть комментарий именно к вашему вопросу, но иногда я рассматриваю вопросы людей, а почему я должен что-то к тебе применять? То есть такая объяснительная позиция должна быть у человека как будто я должен пояснять кому-то, почему я так репрезентую себя. Но мне кажется, разговор должен лежать в плоскости просто уважения. Если я представляю Сашей, то было бы приятно мне и вроде логично, что меня станут называть Саша и не станут использовать еще 15 вариантов моего имени. И точно так же с профессией, не знаю, со всеми словами, которые я употребляю сама себе. Это просто лежит в плоскости уважения. И если ты хочешь узнать, почему, например, я употребляю такой суффикс или такое слово, можно спросить, а можешь рассказать мне, пожалуйста? И здесь человек тоже может сделать выбор. Я не хочу тебе рассказывать. И здесь не нужно уточнять, почему. Просто я не хочу. Вот. Можно я? Да. К слову, к комментариям сети Дока, когда вы только вели феминитивы, но я любила читать комментарии, скажу честно. И там был такой забавный, помню, комментарий. Написали «Сити Док, Лол, что вы наделали? Хайп, что за редакторка? Фу, отписка!» И я такая думаю, то есть Лол, кек, хайп, ну это нормально, да, редакторка тебя сбомбанула, как бы, как-то так. И вот, и часто еще бывали такие вот прям огромные простыни комментариев, где мы куча фографических ошибок и большая дискуссия на тему, как это портит язык, или керусский, как-то так. У меня, чем можно подъекать? Короткая реплика, что дотычь на сети Дока. Я у першиню на сети Доку побачила феминитив фотографиня. Вот это было вот на сети Доку. Я, конечно, подумала, блин, классно. Вот на самом речи, ну приходишь учить, а ну что, дотычатся нашей Мины, Алла отказала уже так, что в белорусском веке это вельми натурально и тому, як бы, никто от нас не отписывался и больше зато, ну таки, говорив сети Док, что пытаются, у своих героин, там, як их подписывать. Мы не пытаемся. И еще никто не сказал, не пишите мне вот с этим суффиксом как. Я говорю, все, абсолютно, все нормально. Спасибо. Да, Белори, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Толеси, Ситидок. Я на самом деле хотела дополнить просто ответ Саше и прокомментировать ваш вопрос, Алексей. В наших комментариях заходило, конечно же, дело дальше, чем просто осуждение нас как редакции. и в 2017 году, примерно год назад, стали активно добавлять ссылку на сайт для айтишников, гитхаб, где был создан скрипт стоп авторки, который автоматически выпиливал феминитивы из текстов. Он был сделан достаточно некачественно, ну, было понятно, что где-то за 10 минут. Вот, работал он не в отношении всех феминитивов, но, тем не менее, вот даже до таких действий доходило. Я могу. Интересно. Спасибо. А если кто-то реплика есть, говорите, пожалуйста, в микрофон. Нет, я просто, следующий шаг, потому что есть уже агрегатор, который делает феминитивы. Вот, есть такой отдельный сайт, что если вы хотите слово сделать феминитивы, вы вставляете слово, и вам предлагают несколько вариантов. И вы сами, просто мне кажется, что это продолжение, то есть, скорее всего, это реакция на вот этот вот, про то, что Олеся говорит. Потому что сейчас уже есть профессиональный сайт, который лингвистов помогает выбрать то слово, которое ему комфортно, если ты хочешь создать слово с феминитивом, потому что есть несколько вариантов. Ель? Мне кажется, это история с Белоруссией, мне кажется, это все история с Белоруссией в Белоруссии, которая не закончится никогда, то есть там. Но с другой стороны, это, понимаете, рождает тоже вопросы относительно нашей готовности к какому-то открытому диалогу с теми, кто не очень, готов использовать феминитив. Например, в нашем сообществе есть коллеги, которые не очень любят называть себя кураторкой или художницей, больше любят мужские формы. И я думаю, что они, наверное, на это имеют право. Другое дело, что часто они работают в поле даже женского, не скажу, феминистского искусства, с этими есть вопросы, но женского искусства и женских практик называть себя художник. Спасибо. Есть ли еще реплики или вопросы? Пока что нет. Хорошо. У меня тогда вопрос к Евгению. Евгения, насколько знаю, вы рассказали про свой опыт работы в Ку-Ку-Ку-Орг. В Ку-Ку-Орг, да, вы работаете. Но, насколько я знаю, не только. Вот поэтому я и забыл сюда. Расскажите, пожалуйста, про ваш опыт, помимо Ку-Ку-Орг, как там относится к феминитивам, в том числе аудитория и редакция. Вот вопрос мой про «Схайл-Бук», про книгу стиля, был о том, что я, допустим, прихожу работать в редакцию. И как мне понять, писать куратор или кураторка, режиссер или режиссерка? Ну, что касается Ку-Орг, там не воспринимают в имени тиво никак. Если вы придете и скажете, ну, напишите кураторка в своем тексте, главный редактор вас изменит на куратор. Ну, вот пока что там вот в этом плане тяжело, но мы и боремся. Я еще. Вот. Если, хотя один раз, вот на планерке было дело, меня назвали даже просто так «редакторка». Я говорю, вау! идем лучше. Процесс пошел. Пошел процесс. Да, да. Ну, как бы, я думаю, что время нужно. А что касается, например, The Village, Беларусь, поначалу были какие-то вопросы, но, например, сейчас, если авторка просит тебя называть авторка, героиня, там, ну, или применить себе феминитив, с этим проблем, кстати, не возникает. То есть, на первоначальном этапе там были какие-то вопросы, сейчас уже нет. Сейчас, мне кажется, немножко дошло, что это вполне себе хорошо и правильно. А вот у меня был опыт работанного, есть, 34 маг, там абсолютно не возникает никаких вопросов. Только единственное, что просят, тоже спрашивать героев, как бы их назвать. А вы спрашиваете героев как правило? Да, всегда. Ну, это же, мне кажется, этично. Ну, то же самое, да, никогда еще вопросов не возникало, то, что, а, вот, было один раз, когда девушку спросила, Ксения, можно тебя назвать волонтерка? И она такая, слушай, меня никто никогда не называл, а давай попробуем. И теперь она типа себя всегда называет я волонтерка. Прямо так подчеркивает. Так что, вот, у зали сидят мужчины все же такие. Я бы хотела запытаться, а я, ну, вот вы примаете, так вот, вот, такое провокативное крыхлопытание. Волонтерка? Ауторка? Нормально? Да. Крехуну все же таки хочется некой все таки больше дискуссий, неких вот, наркований вот этих тихеньких посадили, выслухали. У меня еще туда будет провокационный чуть вопрос. Может быть, в зале есть тот, кто, ну, вообще не приемлем фениминитивы, допустим, и может в этом признаться. Я бы человек на закладе. Я бы человек на закладе. Я бы человек не пришел. Нет, таких нет сегодня. Есть реплика еще. Спасибо. Ну, знаете, вот я знаю очень консервативная, допустим, юридическая среда. Вот, потому что у нас несколько раз было такие, такие дискуссии в закрытых юридических группах, где как раз-таки мужчины молчали, а женщины говорили, я не юристка, я юрист. И это очень любопытно, доходило до самого, ну, до каких-то смешных моментов, потому что у нас был совместный проект с литовцами, и вот литовский язык тоже очень похож на белорусский, там легко образуются формы, и вот одна юристка белорусская, которая изучала литовский язык, она всегда по отношению к себе использовала, когда она говорила на литовском, она называла себя в мужском роде, ее все время поправляли, а она говорила, нет, я, я, вот, то есть она она отстраивалась, она учила иностранный язык, но отстраивалась от русского, от норматива, то есть представьте, как это был попрос сидит, что человек, даже изучая иностранный язык, ей было так тяжело, да, но, в общем-то, исследования показывают, что если в профессии меньше 25% женщин, то как раз такие феминизивы очень тяжело применять, но как только в профессии переваливаются 25% женщин, то тогда начинаются вот такие вот изменения сильные, которые связаны с языком, да, поэтому в этом смысле смотря, какую мы сферу берем, да, потому что мне кажется, что инициируют эти вещи те, которые имеют, ну, которые понимают, зачем им это нужно, то есть не нужно обращаться к консервативной среде, которая так, которая там придумывает нормы, потому что им так удобно, но трансформируют язык те, именно те, которые хотят быть увиденными, ну, то есть, поэтому в этом смысле отсюда идут запросы, а не наоборот. А вот. Спасибо. Я, наверное, вот сейчас, спасибо, Ирок, стеза кейс, это Ирина Соломатина, если кто-то еще не знает, гендерная исследовательница. Спасибо, что пришла сегодня поддержать дискуссию. Я хотела просто сказать, что вот чудесный кейс ты рассказала, когда органы власти сами, в общем-то, какие-то организации сами выпускают некий, не внутри принятой редакции стильбук, да, они выпускают некий свод, словарик, как правильно употреблять эти, например, профессии, которые в этом учреждении есть. И было бы, конечно, круто и здорово дожить до этого дня в этой стране, чтобы у нас это появилось тоже. но на самом деле здесь все это дело привычки. И я, к сожалению, с детства не привыкла говорить на белорусском языке, хотя я его очень люблю. И точно так же я могу сказать, что да, я не привыкла употреблять феминитивы, но я пытаюсь, стараюсь это делать, хотя бы, когда я об этом вспоминаю. И это сродни просто, наверное, желанию, привычке и, ну, встроенному уже какому-то, да, сопротивлению тому, что у нас есть, то, что у нас присутствует внутри. Да, конечно. Я хочу еще дополнить, тут был очень прекрасный пример, как назвали там фотографии. Вот. Я хочу рассказать пример про себя. У меня есть прекрасная подруга феминистка. Вот. Я и все, ну, там, как-то, я делаю, Наташа, я говорю, я все интересуюсь антропологией, антропологией, я тут такой, так, так ты же антропологиня, вау, как круто, ну, действительно, это же прям как должность, да, то есть, это тот хобби, там, там, интересная антропологиня, а потом, да, я как раз собиралась на антропологическую конференцию в Москву, ну, там, подписалась в фейсбуке, там, кто будет там на лекции, там, и все, и тут одна известная женщина-антрополог, она из Москвы, говорит, вот я антрополог, много лет там занимаюсь, сейчас модно феминитивы, вот, а у меня буквально с этой подругой разговор был два дня назад, и как себя вот назвать, ну, как-то, вот этот мужской кефит-антропологиня, и там, смотрю, уже посыпались лайки именно вот с русскоязычной среды, потому что вот именно с Россией пошли лайки, мне так приятно, что такой принесли опыт. У меня возник комментарий, как у бывшей биологини, в связи с этим я сначала задала сама себе вопрос, а какой же феминитив у слова водолаз, и потом нашла же в этом и ответ, что профессия водолаза у нас запрещена для женщин в Беларуси, поэтому мне кажется, что работа лингвистов и работы с лексикой не происходит только потому, что нет запроса общественного, и нет у нас такого нормативного акта и нормативного какого-то алгоритма по выработке феминитивов. это не вопрос. Я хотела тоже добавить, что у нас на сетидоке бывали случаи, когда мы употребляли феминитив героини, и она потом звонила или писала, просила, чтобы мы поставили в ее профессию мужской род. и какое-то время у нас возникало много вопросов, не очень много как, вроде бы это тоже женщина, все же понятно, но в какой-то момент я поняла, что если еще и женщины друг друга станут не гнобить, я не знаю, другое слово можно какое-то менее яркое подобрать, но в общем ругаться друг на друга за то, что кто-то что-то употребляет элемент, потому что все-таки мы находимся в такой патриархальной среде всегда, и у многих, у некоторых женщин есть свои основания, почему они не употребляют в отношении себя феминитивы, чаще всего это может быть связано с безопасностью себя, несколько месяцев назад, не помню сколько, извините, приезжала в Минск, Женя там была тоже, приезжала в Минск феминистка, киберфеминистка, интерсекциональная феминистка, Ника, вот-вот, вот, Никсель Пиксель, и она в том числе говорила о том, что у многих девушек, женщин есть свои причины не употреблять в отношении себя феминитивы, не быть феминисткой, и в зале оказалась одна из таких девушек, которая рассказала историю о том, что она понимает, что такое феминизм, она применяла к себе феминитивы, она пыталась вступать в диалог со своим обществом, со своей средой, но она очень сильно за это получала каждый раз, в ее сторону было много агрессии, что в том числе заставило ее больше не употреблять к себе феминитивы. возможно она где-то не перестала быть феминисткой в том плане, что она понимает вопрос гендера, вопрос дискриминации гендерной, но в то же время она не употребляет феминитивы и у нее для этого есть причины. Но это не значит, что человек не понимает или человек какой-то не такой, как все или не все. Спасибо. Да, пожалуйста. Я думаю насчет того употреблять или не употреблять это вопрос скажем так с одной стороны системы ценностей идентификации и вкусовщина здесь тоже присутствует. Вот если сказать от себя то я считаю, что было бы хорошо если бы это было максимально информативно. То есть если это женщина женщина мужчина мужчина именно с точки зрения эффективности понимания. То есть больше смысла за меньше слов. Все, спасибо. Хорошо, спасибо. Спасибо огромное, что пришли сегодня. И как вы сегодняшней дискуссии можно сделать такой, что да, прогресс есть, процесс пошел тронуться. но для этого нужно время, да, и причем время скорее всего много. Я прошу на этой торжественной ноте я прошу прощения у двух редакций Ку-ку, Орг и Сити Док за совмещение, за холдинг, так сказать. И у Министерства информации. Спасибо огромное, что пришли. Будем рады видеть вас в пресс-клубе в ближайшем будущем. Спасибо. Всегда. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ